Четверо детей погибли в Омской области. Этой ночью во время пожара трагедия произошла в Калачинске. Сгорел частный дом. В нем проживала большая семья, родители, бабушка и девять приемных детей. Моя коллега Юлия Боброва побывала на месте трагедии, пообщалась с очевидцами и выслушала мнение экспертов. Пожар начался в половину 11 вечера. В это время в доме находилось 8 детей. Младшие уже успели уснуть. За считанные минуты огонь охватил большую часть постройки. Родители в это время были в магазине. Двое детей постарше и бабушка смогли выбежать на улицу. К этому времени подоспел отец. Он вынес из дома двухлетнюю малышку. Пожарные вызвалили еще одного ребенка, а вот остальных детей спасти не удалось. После тушения пожара в указанном домовладении были обнаружены 4 трупа детей. 3 трупа детей 2013 года рождения и 1 ребенок 2005 года рождения. Причину пожара еще предстоит установить экспертам. Предварительно загорелся плазменный телевизор. В доме, к слову, были установлены специальные извещатели, но дети их не услышали. Предварительно подразумеваем из-за неисправности электропроводки, либо именно в зальном помещении и произошел этот пожар. Не исключено ничто. Может быть проводка не основная, а проводка от электрооборудования. Из-за неисправной проводки только в этом году уже произошло 372 пожара. Это одна из основных причин, по которым в частных домах возникают возгорания. Перехлест проводов, перенапряжение. Сети у нас, соответственно, тоже не новые. Обрыв ноля очень такая коварная вещь, когда вроде все работает, но при этом идет постепенное увеличение напряжения. Как можно вещей меньше оставлять, если вы уходите из дома, включенных, в том числе на дежурный режим, телевизор и так далее. Потому что мы не знаем, какого качества и произойдет ли завтра скачок. Помимо правоохранителей, проверку ведут и органы опеки и попечительства. Девять детей в этой семье были приемными. С 2012 года они воспитывают приемных детей. Уже есть выпускники в этой семье. До этого родители были воспитателями семейно-воспитательной группы при социально-реабилитационном центре. Специалисты органов опеки регулярно бывали в этой семье, как и во всех других приемных семьях. Семья не вызывала никаких тревог, никаких опасений. У них было все в порядке. Мы вхожи были в эту семью. Мы видели все это отношение. Я говорю, что родители трудятся и дети рядом. Упаси Господи, чтобы из их уст вылетел какой-то мат или слово, или повышенный тон. Нет. Никогда. Детей строго. Они держали строго. Что по имени. Сынок, доченька. Любили они их. До потери пульса любили. Дети, которых удалось спасти, сейчас находятся под наблюдением врачей. Состояние детей удовлетворительное, стабильное. Один ребенок был утром сегодня переведен в областную детскую клиническую больницу, в токсикоцентр. Состояние ребенка средней степени тяжести тоже стабильное. К расследованию подключились и специалисты Центрального следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело. По горельцам же администрация района пообещала помочь с вещами и финансами. Юлия Боброва, Елизавета Василевич, Ольга Качкурова, Сергей Степанишин. Новости. Здесь Омск.